Ну, а теперь давайте перейдем к нашему региону. Так вот, в Азербайджане три раза повысились цены на помидоры. Вы знаете, в общем-то бакинские помидоры — это деликатес. Так вот, те, которые растут над Абшироном. Азербайджан славился помидорами. Он выносил его за рубеж и Москву. И вдруг, видимо, появился дефицит, поэтому и цена повысилась. Я не знаю, чем объяснить, но, скорее всего, это объясняется монополизмом. И вы знаете, кто помидорный король в Азербайджане? Даже не сомневайтесь. Зять Алхама Полетдюро Охлы. Муж второй дочери Арзу. О Леле мы еще поговорим, но вот это вот Арзу. Это та самая Арзу со своим мужем, или Илхам со своим зятем, который, в общем-то, диктует цены на помидоры в том числе. Он король помидоров. Когда вы говорите «помидор», вам на ум приходит имя зятя Илхама Полетдюро Охлы. Даже если бы это было бы не зять, то Илхан взял бы под свой контроль и огурцы, и помидоры. Он не оставил ничего для других. Он все контролирует сам. Но это тот самый зять, который повторил ситуацию с анекдотом, с грузинским анекдотом. Сначала расскажу анекдот, а потом, ну, знаете, многие из вас этот анекдот. Значит, судят одного грузина за убийство после 17 ножевых ранений. Ну, и судья у него спрашивает, расскажите подробности, как это произошло. Он говорит, я стоял на углу улицы, чистил своим кинжалом мандарин, и в это время пострадавший, ныне покойный, проходил мимо меня, подскользнулся и выпал прямо на мой кинжал. Подскользнулся об шкурку мандарина. Судья слушает его внимательно, а тот молчит. Судья ему говорит, ну, продолжайте дальше, чтобы дальше, ведь произошло 17 ножевых ранений. Он говорит, и так 17 раз. Так вот этот зять Илхаму Палибероглы, он получил то ли 17, то ли 15, то ли 13 ножевых ранений. Не поверите, от своей собственной жены, Арзу. И это пытались скрыть. Это пытались скрыть, но в одной из газет, зарубежных европейских газет, появилась статья по поводу того, что причиной послужила ревность. Значит, Арзу застала своего мужа, вы не поверите, членам собственной семьи со своей матерью. Вот так говорят, вот такие слухи по Европе шли. Они дошли до Далласа, поверьте. И то обстоятельство, когда, в общем-то, произошло тяжелое ранение, его отвезли в госпиталь, в больницу скорой помощи или, как это называется, в Азербайджане. Ему оказывали интенсивную терапию или хирургию или что. То есть откачали, вернули с того света буквально, зашивали ножевую. Столько ранений ножевых. И что вы думаете? Никто не объявил розыск. Никто даже не поднял уголовное дело. Ни один прокурор не посмел заняться этим делом. Никому до этого дела нет. Почему? Да потому что это семейная ссора. Ну и продолжая тему тайны семейства оливых, я хочу вам открыть еще одну тайну. Собственно говоря, для большинства бакинцев моего поколения это далеко не тайна. Это секрет полишенерия. Дело в том, что у Илхама Политбюро Ахлу был сводный брат, и я был с ним знаком. Он был продуктом баловства Дидара Алиева в молодости. То есть, будучи работником архива Нахчеванского комитета государственного МВД, НКВД, тогда это называлось НКВД, Нахчеванского НКВД, он увильнул от службы в армии во время войны. Заявили, якобы его брат был тогда секретарем ЦК Компартии, Газан Алиев. Якобы они подготовили справку о том, что у него тупоркулес. Короче говоря, он увильнул от войны, подделал год рождения, разумеется, и работал в архиве НКВД Нахчеванской автономной республики. И в период своей службы в НКВД он соблазнил, а может быть, даже и изнасиловал работницу НКВД, простую работницу, то ли уборщицу, то ли бухгалтер, то ли что-то в этом роде, и она от него забеременела. Он категорически избегал встреч с ней после того, как она родила, и добился того, чтобы его перевели в Баку на работу. Но об этом, естественно, уже мальчику было, по-моему, года два-три. Это был примерно где-то 1948-1949 год. Заявили то ли анонимно, то ли мать этого ребенка сама заявила в жалобу на дядю Аралиева, что он не платит алиментов. И это попало, заявление попало, и, естественно, на стол министра Джафара Багирову. И тогда уже первый раз стоял вопрос об увольнении Ейдара Алиевой из органов, но он слезливо умолял начальство простить его и обещал жениться на этой женщине и взять заботу о сыне на себя. Именно поэтому, после того, как они познакомились со своей будущей женой Зарифой Алиевой, Гейдар Алиев на протяжении, по-моему, шести, то ли семи лет не мог жениться на Зарифе, потому что этому категорически противостоял будущий тесть Азиз Алиев. Он утверждал, что его дочь Зарифа не может выйти замуж за развратного молодого человека, который имеет побочную дочь, сына, и поэтому запретил дочери встречаться с ней. Они встречались тайком, пока, насколько я понимаю, не сменилась власть в Азербайджане, потому что Мерзиафер Багиров не мог позволить, чтобы состоялся бы такой брак и чтобы он не позаботился о своей семье. Хотя я вам скажу, что здесь в Азербайджане в тот период даже не Мерзиафер Багиров, ни Азиз Алиев, ни один из них не соблюдали ни нормы этики как партийные работники. Собственно говоря, мы мужчины не все ангелы, но будучи политическими руководителями, они и Азиз Алиев, и Мерзиафер Багиров. Мерзиафер Багиров сам сожительствовал со своей тещей еврейкой, она одновременно жил со своей женой и тещей. Причем женился на своей жене, когда ей было лет 15. Но уже во всяком случае состоялся брак. Так вот, Азиз Алиев, как я говорил в прошлой передаче, спал со своей патчерицей. И это было, естественно, не Зарифа, потому что Зарифа это его родная дочь. Меня задают вопрос. Я не хочу сейчас на эту тему говорить. Я просто хочу, чтобы все вели себя скромно. Если вы скрываете скелеты в своем шкафу, сделайте так, чтобы никто этот шкаф не открыл. Вот это важно. Ведите себя скромно. И снизитесь надо до уровня простых людей, обыкновенных. Не надо лицемерить, лукавить. И если вы грившны, то народ об этом, если не сегодня, то завтра обязательно узнает. Так что вот сын, побочный сын или сводный брат Илхама Политбюро Охлы. Он после смерти Зарифа и Алиевой. Конечно, Зарифа Алиева знала о существовании побочного сына Угидара Алиева, но в семье было принято об этом не говорить, делать вид, что ничего не происходит. И Гейдар Алиев, в общем-то, закулисно как-то ни шатко ни валко помогал своему сыну, но после смерти Зарифа этот человек поднялся высоко по своей политической лестнице. Но я с ним познакомился, когда он стал первым секретарем Носименского райкома партии, был значит тяжелый день в моей семье, скончалась моя мать. И он, мы с ним не были знакомы, но он собрал всех моих коллег, бывших по рекаму партии, и приехал на поминки в мой дом, чтобы выразить личное соболезнование мне. В общем-то, он оставил о себе впечатление человека, очень грамотного, культурного, мы с ним беседовали минут, наверное, десять, пятнадцать, но иногда достаточно, чтобы разузнать человека. Очень грамотный, взвешенный, спокойный, без всяких показных амбиций. Абсолютно. И без дурных привычек. Ми кокаина вам, ми героина. Даже пить не пил, говорят. Я с ним, в общем-то, за столе не был, но говорили мне ребята, которые с ним были, работали в начевницком райкоме партии, он даже не пил. Очень такой здоровый человек был. И Азербайджан потерял в лице этого человека, будущего руководителя. Кстати, он достиг высот благодаря Гидар. Он довел, он стал заместитель, председатель Верховного Совета, Азербайджана, и в общем-то, насколько мне известно, первоначальные планы у Гидара, они его были такими, чтобы оставить власть именно ему. Именно ему, потому что он, наконец, понял, что, оказывается, первый блин не был комом. Это второй и третий оказались комами, а вот тот парень оказался действительно очень достойным человеком, и в политике в том числе. Но, к сожалению, не помню год, но где-то в 94-м, по-моему, а может быть, в 95-м году, совершили убийство этого человека. И вы знаете, мне кажется, убийство совершили не кто-то там со стороны. Нет, это совершили по заказу изнутри, из семьи, которые, члены семьи, заказали это. Они не хотели, чтобы, по всей вероятности, или кто-то из братьев Гейдара Алиева, или кто-то из родних, скажем, сзади Алиевой, хотя там таких, в общем-то, бандитов практически не было, но бандиты были в семье Алиева Гейдара самого, среди его братьев. Так вот, кто-то из семьи заказал этого бедного молодого человека, и его застрелили из автомата, прямо на лестницах Верховного Совета. Это был хороший человек, и Азербайджан мог бы быть сегодня совершенно другим, и если бы он был бы президентом вместо героинщика, кокаинщика, спекулянта, базарного лоты, бездарного дипломата Илхама Палетдероохла. Спасибо за внимание и до следующих, как говорится, встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok